В квалификациях. Не сказать, что эта команда числилась изначально в числе фаворитов, но, как минимум, так называемыми темными лошадками они быть могут. Team Max это, в свою очередь, команда, которая прошла через открытые квалификации, причем, если я ничего не путаю, прошли они с них аж со второй попытки. Судя по всему, да. И повержены были в финале Ньюби Янг. Вот так-то. Со счетом 2-1. Ну, команда, как я вот в чате прочитал, кто-то хочет, чтобы они стали новыми. Это будет крайне тяжело. Для начала нужно просто попасть на Интернешнл, а там уже не все шансы будут. Ну, а пока посмотрим, как они проведут первую карту против сильного соперника. Сенкинг, Шадоу, Шаман, Жигернаут и Джакира. Первые их 4 пика. Играть они будут против Бристалбека, Драгонайта, Эншот Паришна и Никса. Пока все очень стандартно складывается даже в Китае. Ну, вот Тимберсоу, кстати, вчера мы не видели ни одного матча с ним. На первом европейском канале. А здесь он появился в первый раз. Шадоу, Шаман также вчера не залетал в пике. Ну, Бристалбек, Драгонайт, Никс и Эншот Паришин. Эти герои были нон-стоп. Итак, давайте смотреть по линиям. Единственный вопрос. Это Шадоу, Шаман. Ну, наверняка Сенкинг сложный. Шадоу, Шаман, Жигера. Это связка саппортов. Тимберсоу в миддл. И Джагернаут в легкую линию против Драгонайта. Ну, Драгонайт третьим пиком открывает вам возможность брать и вот таких героев на вторую позицию. Их вам осталось добрать либо Кэрри, либо Хардлейнера. Потому что Бристалбек может одну из этих ролей выполнять. Сейчас Уай подумает, кого взять. И надеюсь, это будет Кэрри. А Бристалбек все-таки будет стоять в сложной. Хотя, кто их знает. Это Вивер. Ну, судя по всему, да. Вивер будет стоять в легкой. Вивер здесь герой в лейте. Против таких персонажей. Очень сильный. Да, его есть чем цеплять. Есть дизейблы. Но Вивер тоже выживаемостью обладает хорошей. После получения и покупки Линкинг-сферы. Осталось только накопить на нее. Плюс ультимейт. И поймать его уже будет не так просто. Что касается лейт-потенциала. Мне он больше нравится у Ехоум. Ну, про Драгонайт. Там тоже я вчера говорил пару слов. Герой очень зависит от того, как проведет начальную стадию игры. Если начало пройдет хорошо, то тогда все шансы у него есть. Сноуболить. Быть сильным в игре. Но если вдруг старт пройдет не очень круто. Вот тогда этот герой немного теряет свою актуальность. Ему сложно набирать после этого. Вторая карта у нас стартовала. Посмотрим обязательно. И будем смотреть, вернее, за параллельными трансляциями. Будем наблюдать, как там играют команды в параллельных матчах. Надеюсь, что там тоже результаты будут интересны. Ну, и вот первую встречу. Кстати, LGD выиграли. Вичи Гейминг. А следующий матч у нас Вичи Гейминг против Вичи Гейминг Джей. И эта игра будет, возможно, одной из самых важных. В групповом этапе китайском. Обязательно мы ее посмотрим. Итак, Тим Макс. Ю Чен. Или Вай Чен. Давайте Чен ему будем просто называть. Сыграет на Тимберсоу. ХВАЙ будет играть на Джакира. ХСС... ХСС Джей. Сыграет на Шадоу Шамане Фонте. Будет фармить на Джигернауте. Ну и в сложную челюсть отправится на Санкинге. Команда ЕХОУМ, СТЮАЙ, сыграет на Вивере. Вай будет играть на Энштопоришне. Здесь Гардер на Никсе. Все имена знакомые. Олд Чикен будет стоять в мите на Драгонайте. Ну и Фэйт Бьян выступит в сложной на Бристалл Бэке. Фэйт Бьян, товарищ... Очень известный. Самое главное, что он победитель прошлогоднего чемпионата мира. И он может стать одним из немногих игроков, которые из предыдущего состава Винкс отправятся на этот чемпионат мира. Может стать единственным. Пожелаем ему удачи. Да и вообще обеим командам всегда мы желаем удачи. Мы никого не уделяем. Мы ни за кого не болеем. Вот у меня действительно нет любимой команды в Китае. У меня даже любимых игроков в Китае нет. Я просто наслаждаюсь китайской дотой. Я, конечно, очень надеюсь, что на Интернешнале традиция продолжится. И запад в этом году турнир возьмет. Фэйт Бьян, кстати, пойдет до конца. Он сейчас убьет этого шэдоу-шамана. Столько легко и почему разменивался шэдоу-шаман, я не совсем понимаю. Но он разменивался. Был за это наказан. Ферстблат для Бристалл Бэка. Вот такой у него отличный старт. Само начало. Так, конечно, выступать нежелательно. Лучше подобных вещей избегать. Подобных смертей. Фонт и никак здесь не мог помочь. Снизу тем временем убили Джакира. Челес тоже много урона получает. Его отгоняют. 2-0. Пока они их ум начали за здравие. Начали очень хорошо. На миде, как мы видим, тоже драгонайт ни в коем случае не проседает против Тимбера. Второй левел здесь. Второй левел здесь. Кто-то другой, уверенно, забирает крипов. Проблем у них нет с этим никаких. Итак, Бристалл Бэк. Остановил себе здоровье. Снизу снова напали на героев. В этот раз на Сен Кинга. Как-то легко фраги пока даются. Гихоум. Вообще без боя. Они просто берут и забирают людей. Там где-то, казалось бы, не вытекает из ситуации. Много урона здесь получает от вышки. Тимбер. Но он это дело очень быстро восстанавливает. Просто так его не пробить. Гардер пытался здесь выцепить чужую руну в лесу. Не получилось. Джекера своевременно туда отправился. Так, два фрага еще и вивер, да, забрал? Да, сетевая с двумя киллами. Сетеваем. Хорошо сейчас дела обстоят. Купил себе тапок. Дальше наверняка какой-то... Какая-то ринкл в Аквила. Аквила пойдет. Здесь будет, возможно, снова нападение на Сен Кинга. Но застанет не получилось. Если чего, тот, судя по всему, выживает. Тут и HY много дэмэджа получил. Оба герои уходят. Оба героя очень битые уходят. Шрайн будет нескоро. Возможно, придется отправиться на базу как минимум одному из них. HY тоже должен быть здесь поосторожней. Вполне легко его забрать. Бристалбэк. Вот таким образом действует. Отводит крипов. Будет держать их между двумя вышками, чтобы вышка их не била. Чтобы, возможно, медленнее это происходило. Фэдбиан. Умеет играть в доту. Всем прекрасно знаем. Если ты не умел, ты бы не выиграл чемпионат мира. Итак, Old Chicken. Левел 4. Стоит пока очень уверенно. По крипам он занимает первую строчку. Не знаю, мне пик у Ихума нравится больше. Мне кажется, он просто банально сильнее. Да и сама команда исполнять должна лучше. Все-таки игроки все, именитые игроки все, успели добиться тех или иных успехов в своей карьере. Чего не скажешь об их оппонентах-новичках. Фэдбиан возвращается на свою линию. Третий левел у него. Будет покупать Solar Ring, как мы видим. Уже купил. Ну все. Теперь можно снова размениваться с XXS, если тот выйдет. Странно, что качаны шейклы дважды. Обычно максят молнию. Шейклы вообще берут на единичку. Потом Хекс. Может быть, я что-то путаю. Не знаю. 0.75. Прибавки к дизейблу. Наверное, того не стоит. Урона, конечно, тоже немного больше становится. Но это не то. Да и способность сама по себе достаточно дорогая. 150 маны целых стоят. Я думаю, в двойку вкачаны шейклы. Это их максимум. Улчикин имеет ДД. Просто вот так нападает на Ючена. И последнюю тычку нужно нанести. Тимбер отсюда уходить, скорее всего, не будет. Драгонайт бегает побыстрее. И Драгонайт зарабатывает враг для себя. Вот так просто в соло. Даже Инштопаришин здесь не понадобился. Тем временем Файдьян стоит фармить стаки, которые сам для себя сделал. Их немного, но приятно. Так как пятый левел получит, скорее всего, после них. Естественно, Вангвард будет покупать первым слотом. Пока дела хорошо идут, то только у фонда. Тиммакс. Возможно, делают ставку исключительно на Джиггернаута. Тиммер, конечно, свою вынесет рано или поздно. Даже если проиграет изначальную линию. А пока он, как мы видим, ее проигрывает. Мало того, что умер соло, так еще и по крепам отстает. Шестая минута. Руна для Драгонайта. Повезло. Очень сильно ему здесь. Ну и пока здорово. Лучкин действует. Снизу бросили Вивера. Ну, то есть, Вивер может вполне стоять против двух таких героев. Его не забрать при помощи Сэн Кинга и Джекира. И все-таки убивают Бристалбека. Вдвоем. Через Омни Слэш. Ну, через Омни Слэш можно. Тут не страшно погибнуть. Если бы Безом не Слэш это было сделано, вот тогда можно было сказать, а как, а почему. Ну. Только благодаря Ultimate Джиггернаут, который, кстати, уже 6-й левел. Гоняется противносказателю Вивера. Здесь будет наказан Сэн Кинга за то, что он подкопал Сетевая. Сетевая заберет себе третье убийство. Можно дальше идти и за Учваем. Ну и только благодаря тому, что нечем сбить. Стан только через секунду появлялся у Никса. Уходят отсюда Джекира, но он возвращается на базу. Теперь будет пешком идти очень долго. Сэн Кинг. Тратит много денег на телепорты. Тут пока о Даггере никакой речи быть не может. Пока хочет просто купить себе тренкилтапки. Ну а Ничен мешает здесь Кайбьяну. Приходит фармить чужие стаки. Подтягивается сюда Улд Чикен. Также Шадоу Шаман рядом. Готов что-то тиммейта поддержать, если понадобится. Сейчас будет Шадоу Шаман получать много урона от спреев. Вроде как даже не светится, но дэмэдж получает. Джиггернаут начинает ломать вышку. Медленно, но уверенно. Никто пока не мешает. Джиггернаут с фейзами, естественно, с включенной Аквиллой. Тиммир за эту вышку заходит. Просто чтобы никто не мешал. И Бристалбек в соло здесь не справится. Тиммир летает все-таки на центральную линию. Понимая, что просто так вот Чикена нельзя оставлять. Нельзя ему давать так много свободы. Вышка уничтожена. Бристалбек у Тиммир будет немного попроще. Джиггернаут же будет вынужден либо в леса смещаться, либо оставаться на этой линии. Но тогда есть шанс подставиться. Никс плюс Сенштопаришен вдвоем, если по таймингу все сделают. Вполне могут на него нападать. Вивер получил шестой уровень. Теперь его убить будет еще сложнее. Колечко у него также есть. Ну, снова подкопали Вивера. Если бы нападали на леса, то скорее всего убивали бы его. Хотя можно убить Эйчуай. Убираем. Того все-таки застанили. Там жук грызет. Есть Шукучи. Ну, хорошо. Цпанули. А дальше? А дальше есть Фонт. А дальше есть Фонт, если он не слэшем. И Гартера за счет этого заберут. Второе убийство для Тиммакс. Олдчикен возвращается. На центральную линию есть у него. Аркейн Руна. Левел 9 сейчас получит уже у Тимбера тем временем. Девятый уже имеется. Сити Уайт. Просто снизу. Находится рядом с соперниками. Косовник только мешает забрать вышку, но снова приходит Тимберсоу. Джиггернау также поблизости. Вот таким составом пытаются разобраться с соперником. Поймали. Ресталбека. Ну, так много героев, когда его бьют. Плюс Блэйд Фьюри держится постоянно. Убить его легко. Но отомстят здесь как минимум Фонты. Можно бежать и гнать остальных. XXS. Тоже отсюда не уходят. Сетевая чайная фраг себе зарабатывает. Еще и Тимбера поймали. Тот заморозится. И Тимбера также можно убить. Тимбер живет. Есть у него фут. Хотя, снова стан. И Тимбера тоже могут не отпустить. Буквально пару ударов остается сделать. И это... И это, я хотел сказать, фраг. Неужели не убьют? Неужели не убьют? Нет, его не убивают. Убьют, конечно, Сэм Кинга. Но вот если бы убили еще и Тимбера, было бы совсем здорово. Для их ум много потрачено было ресурсов на этого героя, но их не хватило, чтобы забрать. Слишком Тимбер плотный. Зато здесь HY уже толкает центральную линию. Вышка также очень битая. Bristol Back пока без Vanguard'а. Народ потихоньку просыпается, продолжает смотреть. Так. Китайскую Доту. Вроде никаких технических неполадок нет. Насколько мне известно. Можно. Можно забрать вышку. Этим и занимаются. Сейчас Макс. Bristol Back. Почти накопил. Vanguard. Вивер тем временем на топе. Есть у него Perseverance. Есть 8 уровень. ПТшка. Дальше пойдет Линка, естественно. У Драганайта дела идут замечательно. Он первый по Нетворсу. Ормлет, как мы понимаем, будет покупать. Здесь может быть выход на Сен Кинга. У Сен Кинга даггер еще совсем не скоро. Просто заходить в спину. Нужно его встанить. Вот тот откапывается. И получает ультимейт Энштопариш. Конечно, забирают с Листен Кинга без шансов. Парад достается фраг. Тоже хорошо в том плане, что так денег имеет не очень много. Волчкин улетает. Не знаю, чего он боится, но вот этого примерно он боится. Как оказалось, варды ставят сюда шаманы. Тир 2 как-то тоже беспрепятственно забирают Макс. Какие-то дела не совсем понятно. Жакера погибает. Ну вот они 4 вышки уже умудрились. Ладно, 3. 4 еще стоит, но очень битая. 3 вышки умудрились забрать, при том, что по фрагам, как мы видим, DC3 проигрывают, но за счет того, что много товаров уничтожено, преимущество соперника за счет этих киллов, за счет одной только спушной вышки совсем маленькое. С преимуществом это, наверное, даже назвать нельзя. но их ум естественно разгонятся рано или поздно. Что там у Тимбера? Какие-то предпосылки к покупке Бладстоуна есть. Они будут, но пока Бладстоун отсутствует. Сэнкинк имеет 1100 золота. Смоук. Интересное решение. Варда будет через 30 секунд, но можно и без них подраться. В идеале, конечно, не фейт бьяна находить первым, искать какие-то другие цели. Не хотелось заходить на хайграунд, поэтому обходят сбоку. Находят фейт бьяна. Знают, что мало у него здоровья. Подкопали. Ну, тут не так страшно заходить к нему в спину. Он что-то паришен неплохой ультимейт дает. Цепляет трех героев. Узвлекает и ответка. Стиуай побежал. Побежал на фонте. Не самая лучшая цель. Фонте здесь ломает жука. И Ючен. Есть танк. Судя по всему он заморозится. Еще он должен заморозиться. Синкинг неплохой эпицентр, но только по гардеру. Опять же, не лучшая цель для этого. Но гардера здесь могут не отпустить, потому что у Эчвая будет долбрез через пару секунд. И есть второй фраг к ряду. И есть очередная вышка. Вышки одну за другой пока. Макс забирает. Уже минус 4. И вот они уже лидируют по деньгам. Значит, они знали, что делали, когда погибали в начале игры. Абсолютно их данная ситуация устраивала. Знали, что будут забирать быстро от Таура. Есть Джакира для этого, есть Шадоу Шаман для этого. У него, кстати, ультимейт откатился. И в теории это можно вообще пойти пятую вышку забирать. Ну, либо на Рошан рано или поздно зайти. Здесь много стаков для Афобиана. Афобиан сейчас огромное количество денег получит. Он просто стоит и принимает впитывает урон. как же много денег заработал сейчас Бристалбек. Сразу он немного поправил свое экономическое положение. Санкинга он, естественно, обгоняет, обгоняет, причем очень сильно. более чем на полторы тысячи. Санкинга 1600. И абсолютно такую же вылазку маг собирается предпринять. Или все-таки через центр. Ну, идут пока через центр Бристалбека. Осилят, если вдруг встретят его. Главное просто задизейблить. Ну, он сейчас может этот смок спалить и спрятаться просто за Тир-2. Ставится вард. Ну, вард такой полезный. Потому что вот это и вот это рано или поздно нужно пушить. Все-таки Бристалбек подставляется и отсюда вряд ли уходит. Да, минус Бристалбек огромное количество дэмэджа он успевает нанести перед смертью. Но смогли все-таки убить шедоу шамана, потому что подставился под ульт Эмчатопаришна. Зато пятая вышка. Здесь стоят варды. Полчикин тем временем забирает Т1 на топе. Конечно, Тир-2 защищать против вардов не хочется. И не получится, наверное, это сделать. Очередной тавор. Шедоу шаманов еще 800 голды появляются. У Сенкинга, как мы видим, 2000. Тоже скоро купить себе даггер. Пока не совсем понятно, как бы Драгонайта убивать, у которого уже 1700 плюс армлет есть. Но Бристалбека же убивают. Значит, и Драгонайта смогут. Желательно это просто без формы делать. Здесь хорошая связка штапаришна и Никса. Вовремя своевременно поймали. И должен. И нет, не погибает. Не хватило урона от ульта Эмчатопаришна. И вот так бывает. Оказывается, как-то как-то не странно у Вивера Линкана подходим. Практически есть на нее уже деньги. Китайцы, конечно, очень хорошо фармят. Всегда находят пространство для этого. Всегда находят место, время, самое главное. Сенкинг даггер себе приобретает. Несет Shadow Blade тем временем у джиггернаута, я так понимаю, появляется. Да, потому что Silver Edge у него тоже в проекте. Ну, все это, чтобы отключать пассивки. Silver Edge здесь крайне полезный. Айтем будет 100%. Timberso по-прежнему не вынес себе Bloodstone. Еще нужно немного денег ему для этого. Bloodstone нужно потом пытаться навязывать драки. И находит он Стопаришну. Делает это фонток, соло, просто через ультимейт. Зашел с Shadow Blade. Ультанул, убил, отошел. Вот так можно по таймингу, по кулдауну использовать эту способность. Никс, левел 7. Всего лишь, кстати, левел 7. Как-то не странно, потому что пришел уже девятый. Возьмет наверняка талант себе на голду. Ну, мне так кажется. Тебя не уверен. Если вдруг игра затянется, деньги не помешают. Хотя мы видели аппаратов, которые берут левую ветку. Уровен способностей, чтобы пробивать всех этих жирных тимберов рано или поздно. фонте или фонте. Фонте кому как больше нравится. Португальский футболист Жозеф Фонте, если не ошибаюсь. Его также называют либо фонте, либо фонте. Даже наши русскоязычные футбольные комментаторы по-разному. Я же не говорю про всех остальных. Ючен почти накопил на Бладстоун. Немного совсем остается. Цветок уже есть, как мы видим. Вот прямо сейчас он его покупает и дальше будет интересно, кто первым навяжет драки и хоум. Судя по всему, собираются это делать, что у Блэйд есть уолчикина. Пошли в смоках искать жертву. Никого здесь пока не найдут. Снизу тир-2 снесена. Наверное, смысла Тиммакс нет. Номенация пушим именно нижней линии. Так, просто толкать, постоянно напрягать этот лайн синкинг. Непонятно, зачем в этой позиции находится. Может быть, загульного спорта хочет поймать вот здесь и просто ультануть в него. Хотя жалко, наверное. Ультимейт вдруг враги потом драку навяжут без саппорта. Ты уже будешь без ультимейта. Ну да ладно. Тир-2 ломаю. Тем временем яхун на топе. Макс не сопротивляется. 20-я минута подходит у нас к концу и подходят все-таки Макс к тир-3 вышке всей толпой, всем составом. Варды есть уже душа мана. Маны, правда, не так много, но хотя только 200 они стоят. Еще более 200 маны останется. Форма. Есть Олд Чикина. Вот в идеале где-то здесь подождать на хайграунде. Вас, скорее всего, не видно. может быть поймать того, кто пойдет по этой линии и потом фармить. Но нет, пока этим не занимаются. Продолжает линию толкать. Тимбер перетягивается на центр, просто чтобы не терять зря время. Джаггернаут по лесам бегает и улетает все-таки на верхнюю линию. Вынудили именно Ехом стянуться своих соперников. Макс испугались. Прекрасно можно понять. Ждут, когда появится Сильвередж, чтобы можно было быстрее избавляться от Бристалбека. Бристалбек, вроде, такой незаметный относительно по игре, но то, что он может наносить большой дэмэдж, мы все это прекрасно знаем. Полторы тысячи есть у Джаггернаута. Сильвередж вот-вот. Ой, у Бристалбека. Что он, кстати, будет покупать себе далее? Ну, ладно, посмотрим. Там вариантов масса. Начиная с Лор Крестов. Заканчиваем другими полезными штуками наподобие Либард. Нашли Шедоу Шамана. Быстренько его убили. Шедоу Шаман, конечно, легкая добыча. Просто главное его встретить Никсу, а там не просто улетает что-то Паришина. Скорее всего, позволят убить Шедоу Шамана. Вивер на топе. На Вивера тоже постоянно нужно отвлекаться. При том, что он уже с линкой. При том, что у него еще три тысячи есть. Собирается покупать диффуза себе. Если этого Вивера не убить, то он будет жить на верхней линии. Рошан по-прежнему ждет своих обидчиков. Нападение на Бристалдека. Много ресурсов на него тратится. В том числе Эпицентр. По-прежнему Фейт Биан живет. И не факт, что его заберут. И действительно не забирают, отступают после этого. Хорошо сейчас сыграно Фейт Биану. Хотя, что там может быть сыграно? Ты просто стоишь и получаешь дэмэдж. Тебе-то мало что зависит. Разве что спиной периодически поворачивайся. Макс пока вылазки свои удачно не могут провести. А Ехоум их просто не совершает. Они разводят, они сплитпушат. Они думают, как пойти. Есть ли смок какой-то? Смока нет. Гардер. Пошел искать опять Шаду Шаманда или Джекира. Никого не встречает. И Рошан. Полчикин нафигит Рошана вместе с Фейт Бианом. Фейт Биан закинет сейчас того несколькими гу. Сити Уай. Ну вот вообще его сейчас не убить. Я не знаю, что должно произойти, чтобы погиб здесь Вивер. Вивер может быть самым сильным персонажем на этой карте. По итогу неуловимый мститель, который будет всех сгрызать просто благодаря своему большому урону, который у него появится рано или поздно уже из Диффуза. Может быть мог его тупить Дезолятор, но я посчитал, что не нужно этого делать. Ючен. Можно его попытаться поймать. Не стали. Зато станут нападать на ХХС. Не цепанет все-таки конечно париж на шаду шамана. Гардер в итоге фраг себе забирает. Ведут немного по золоту Юхом, но все же ведут и вынуждены отступать, чтобы помешать Джиггернауту вместе с Сенкингом здесь запушить. У Сенкинга будет спецентр, но абсолютно нет маны. Бристалбек подходит. Никс. Никс сейчас пойдет забивать телепорт, если успеет. и нет. Не получается. Уходит отсюда Сенкинг. Вовремя ТП начал прожимать. Секунда и позже и Бристалбеку бы хватило урона, хватило бы времени, чтобы нанести еще один последний удар. 13-7 счет. По голде мы видим преимущество порядка трех всего лишь тысяч составляет, даже меньше. Что касается экспы, здесь также есть небольшое, но преимущество. 30 секунд не будет Джакира. Погибает Эчвай. Олд Чикен забирает его. Теперь же при помощи Вая. Драгонайт будет покупать себе Блокинг Бар. Есть 3000 уже. СТВ палят здесь врагов. XXS. XXS J. Хочет, наверное, поставить варды уже минут как 10, но до хайграунда снизу не дошли, а больше никаким вышкам не приближались. Вот это не то чтобы плохо, просто не на максимум используется сейчас потенциал героя. Приятно, когда вы пушите. Тайцы откидываться 20 хд. Цепанули. Бристлбека вообще стирают его в порошок, не почувствовали. Сильвереджем ударили. Ну и дальше можно гнать остальных. Тимбер не замерзнет. Гардера можно здесь ловить, и гардер вряд ли здесь будет жить. Так, гардер минус, а остальных не догнать просто по скорости. Или Ючен так не считает. Уай просто ломает здесь фонда еще одного героя. Минус 3 уже, подкопали двоих. Огромные проблемы сейчас у Яхоума. Уже троих потеряли. Можно дальше пытаться убить Вивера. Вивер прячется и Молчикин. Последняя оттечка будет. Да, есть все-таки размен на одного лишь Тимбера, но у того был Бладстоун. Он появится через секунду. Сетивай потрачен эпицентр. Сетивай не поймать просто так. Тем не менее, драка 4 в 1 для Макс безоговорочная победа в этом файте. И Тимбер появился. Их больше. Драгонайте не будет 40 секунд. Есть варды и заход на хайграунд последует. Глиф пошел. Цепанули Фейт Бьяна. Сильвер Эдж не в кулдауне. Кристалбэк. Хороший ультимейт. Аттенши топоришна. По двоим попадает. Ючен. Очень битый. Возможно погибнет прямо сейчас. Челес тоже огромные трудности испытывает. Но и пошел ультимейт от Джиггернаута. Сумели убить Сетивая. А это не ультимейт был. Прошу прощения. Так его загрызли. Все-таки. Снова выходят победителями Макс из этой ситуации. Никого не потеряли. Не хватило урона. После очень крутого ультимейта Эденши топоришна гардер подкапывает двоих. Бараки по-прежнему стоят. Неплохо их здесь пробивали Макс. Но появление Драгонайта заставило их отступить. Зато теперь путь свободен и можно ломать шрайны. Вот это да. Очень хороши были Макс. Вот в этом файте на миде отыграли они все преимущество которое было у Ехом. Теперь чуть ли не в нуле цифры вы видите. Буквально три сотни голды. Вообще не деньги. По экспе тоже практически в ноль уходят графики. Очень равная игра. 28-я минута подходит к концу и Тим Макс держится достойно. Команда, напомню, с открытой квалификацией. В отличие от тех же Ехом, которые были приглашены на этот турнир. Итак. Рошан не скоро. Просто так его ждать и фармить наверное не стоит. Вивер, Драгонайт, Бристлбэк. Это страшно. Нужно просто дождаться ультимейт Шеду Шамана второго уровня. Он в принципе вот он появился. И можно наверное повторить попытку захода на ХГ. На ХГ. Потому что вышки нет. Либо убить кого-то и забрать шрайны. Но в спину обходит Ехоум. Ехоум готовы нападать. Кого встретят? Ой, Шеду Шаман подставляется. Скорее всего если его застанет то Шеду Шаман точно умрет. Но об этом потом потому что драка на два фронта здесь разрывается у нас. Проблемы большие у Бристлбэка. Фидбьян по-прежнему жив. Погибает только Шеду Шаман. Его все-таки цепанули и убили. Фидбьян не получается его забрать. И здесь огромные проблемы у Ючена. Драгонайт очень больно бьет в БКБ. Сити Уайт тоже живее всех живых. Джиггернаут отступил. Нету мне слэша. Хотя есть диффуза. Но слишком много вражеских героев рядом. Сенкинг далеко. У Сенкинга есть даггер. У Сенкинга есть форстаф. А что здесь делает Сенкинг? Ну понятно где-то урон получил. Соответственно боялся погибнуть в той ситуации. Но потом-то легко ушел. Можно было вернуться. Можно было подкопать кого-то, помочь команде. Центр дать в конце концов. Но этого всего не произошло. И спокойно Ихум выживает. По итогу Сити Уай. Линкенсферу сбили. Дальше есть подкоп. Гардер. Заморозили Сити Уая. Успеют ли убить? Да скорее всего нет потому что таймлэп смеется. Челес. Много дамеджа получает. Минус челес. Минус Сенкинг. Дальше можно бить и Ючена. Тоже у него огромные трудности. Пойдет до конца Фейт Бьян. Но здесь пошли варды. Пуша уже не будет в ближайшие пару минут точно. Но вот драку можно попытаться выиграть. Тимберсоу ничего не боится. Шадоу Шамана не жалко. Теряют в свою очередь Никса и можно также Лчикина забрать в команде Макс. Спасибо китайским серверам за то что они лагают очень своевременно. Минус 2 делает Макс. Пойду дальше. Фейт Бьян по прежнему жив. Все это время он жил. Фонте замедлил Фейт Бьяна диффузами. Неплохой эспас. И Фейт Бьян все таки погибнет. Сетевая тоже можно было попытаться убить. Но страшно. Байбек пошел от Никса. На развороте. Спанули Джагернаута. Быстро от него избавились. Здесь Джакира просто вдвоем с Тимберсоу пытаются сражаться с чужой командой. Хороший снова эспас. Фейт Героя вцепляет. Пайп можно прожать вот прямо сейчас чтобы засейвить и себя и своих тиммейтов на которых могут напасть. Но теперь нет маны и Ючен ну разве что не получилось за Ивэдить. Тиммейт Энж топоришно будет ли прожимать Бладстоун хотел я сказать но не стал. Минус Тиммер через 20 секунд появится. Джагернаут будет через 25. Сторона стоит сторона абсолютно фуловая. Варды были потрачены не на пуш ну и даже дойти пока не получилось. Получилось дойти до барака. Может быть получится в другой раз. Тогда мы говорили что Рошан не скоро сейчас он уже на подходе. С Рошаном можно и той и другой команде задуматься о заходе на ХГ. Пока к сожалению. Никто не подходит к хайграунду. Ну вот 32 минута заканчивается. Не сказал что игра не сказал бы что игра будет слишком продолжительной пока об этом рано говорить. опять же тут вопрос 1-2 ошибок от одной из команд кто-то ошибется потеряют сторону 100% что по байбекам. Байбеки есть только у Вибера и Джиггернаута Шадоу Шамана и Сэн Кинга. По факту у Ехома в этом плане все похуже и нужно просто дождаться Рошана сейчас. Тим Макс Фонте с ДД это может быть очень страшно. Неплохо копает здесь Сэн Кинг Олд Чикина пытаются пробивать и судя по всему пробьют очень быстро минус Олд Чикин вообще его не почувствовали как будто не было его в этом файте. То же самое могут сделать с Фейд Бьяном снова у нас в лагере в китайских серверах. Но не важно потому что Фейд Бьян тоже отправляется в таверну не будет его также очень долго. Гардер уходит на даггере Рошан еще не появился но нет к сожалению для Макс Вардов может быть и без них попробовать зайти на ХГ просто разводить нужно на Байбэк там некого разводить на Байбэк там их нет просто есть у Вивера но Вивер живее всех живых и будут будут 100% забирать как минимум одну сторону 30 секунд вполне для этого хватит можно потом отправиться на нижнюю вышку хотя бы просто ее забрать а потом отправиться на хайграунд здесь огромные проблемы могут быть у Сити Вая но Никс точно погибнет Сити Вай также как мы видим на 70 секунд отправляется отдыхать колоссальный здесь урон наносит Тимбер и тир тревышка снизу начинает падать цепанули еще и Вай Вай также минус даблкил для фонда преимущество даже по такой игре вообще не имеет никакого смысла там опять же все в нулях но вторая сторона практически разрушена Вивер по-прежнему не прожимает Байбэк вот он наконец-то хватит для этого держит Фейт Бьяна Фейт Бьян наносит дэмэдж пока его бьют но он все равно погибает 50 секунд его не будет Ол Чикен вместе с Вивером пытаются убить хоть кого-то убили уже Джиггернаута в идеале убить еще Ю Чена здесь Сен Кинг подкапывает на развороте еще раз убивают Вивера тот без Байбэка 90 секунд его не будет и можно рубить еще Ол Чикена можно рубить кого угодно что угодно в идеале рубить вот это строение но не получится нужен Джиггернаут больше никто такой большой урон не наносит по строениям из тех кто жив Джакира слишком битый Шадоу Шамана с вардами нет все это было без вардов на бараках были бы они можно было бы наверняка уже сносить две стороны но придется делать это со следующей попытки появился Рошан очень важный Рошан сейчас в первую очередь для Ихом если они его отдадут то они рискуют потерять еще как минимум одну сторону Макс же хотят это преимущество получить и наверное стоит подумать об убийстве Рошана 15 секунд не будет Джиггернаута постараются ли Ихом забрать его сами до того как Джиггернаут появится вполне может быть такое не исключаем подобный вариант но Ихом побаиваются ничего страшного еще не произошло потеряли один барак на миде всего лишь крипы далеко беспокоиться о том что крипы там вас начнут пушить нет смысла снизу также крипы еще далековато хоть и нет здесь уже вышки есть смоук есть смоук от Макс они они могут снова лчикина так же быстро забрать на хайграунд подниматься не хочется в позиции сейчас именно Ехоум вот он Тимбер попадает Чакрама но зато очень сильно снова встревает абсолютно зеркальная ситуация может получиться на том же месте варда лчикин включает БКБ и живет по прежнему Никс погибает моментально ничего не успевает в этом файте сделать по прежнему жив сенкиинг огромные проблемы могут быть у Фэйт Биана убили только одного героя потратили варды наверное не то на что рассчитывали Макс после использования смоука но зато освободили себе путь к Рошану и могут пойти его убивать прекрасно понимают что он уже есть наличие осталось просто зайти и развалить его тем временем Вай на топе просто так же немного крипов толкает почему на Рошана не идут неужели считают что пока нет смысла нет вардов нет эпицентра нет ни слэша вообще ничего нет но даже отсутствие чего-либо не мешает сломать Тир-2 вот теперь точно Рошан CT-1 диффуза мэл-шторм и линка диффуза кстати грейжен уже Рошана спокойно забирают помешать здесь их могут попытаться но пока почему-то не думают об этом ладно подождем может быть все-таки опомнятся и отправятся на этого Рошана отправиться-то отправились но потерялись сразу же Дергонайт который снова ничего не успевает сделать 70 секунд его не будет то же самое может случиться сейчас с Фэбьяном Фэбьян также в шейковых стоит и погибает убили пока в ответ только жду шамана цепанули Вивера если успеют убить Вивера который не успевает ничего сделать триплкил для фонда не можно гнать всех остальных можно ломать заходить все что осталось на базе соперника и только потом на развороте в сторону своей базы по пути сломать лицо Рошану забрать Аегис пока можно и без Аегиса не будет Вивера у него нет байбека у Драгонайта также байбек отсутствует ломать просто милишный барак нужно найти Макс снизу втроем не отбиться Бристалбек хорош но не настолько особенно когда там есть Сильверейдж он будет через пару секунд вот он скорее всего будет есть он не слэш и это минус в очередной раз Бристалбек 80 секунд его не будет good game well played и Хоум проигрывает первую карту а Тим Макс команда из открытых квалификаций одерживает первую победу зарабатывает первую никуда не приключаемся как обычно небольшая пауза следующий матч у нас между командами ВГДжей и Вичи Гейминг крайне интересная игра обязательно оставайтесь на этом канале мы ее с вами посмотрим небольшая пауза никуда не переключайтесь вернемся через пару минут до